37 лет спустя организаторы говорят, когда-то в советское время мотогонки по льду были необыкновенно популярны. У Барнауля они проходили на стадионе «Локомотив», ныне не работающем. С развалом Союза про гонки пришлось забыть. И лишь теперь в Барнауле снова ракочут мото-двигатели, а теперь на льду клевчение. 16 участников из Барнаула, Новосибирска, Красноярска, есть участники даже из Казахстана. Суть гонок проста – кто первый, тот и победил. Наиболее уверенно себя чувствуют на льду участники из Новосибирска. Организаторы объясняют, у соседей развитие спидвэя не прекращалось, в отличие от нас. Они молодцы, они сохранили у себя и стадион, и все. У них команда сильная. Но мы пока в стадии восстановления. Особого внимания достойны мотоциклы. На таком не прокатишься по городской улице. Он, что называется, создан для экстрима и только для него. Самая такая явная ответительная черта – это то, что у них тормозов есть. Вообще, то есть они вообще без тормозов. А еще огромные шипы на колесах. Они помогают мотоциклу держаться на льду. Да и топливо здесь используют непривычное. Эти соревнования и выглядят необычно, и даже пахнут необычно. Нет характерного бензинового запаха. Просто потому, что эти мотоциклы работают на метаноле. Говоря проще, на спирте. Как нам объяснили, он дает двигателям большую мощность. Организаторы признают, что спидвей спорт не из дешевых. Может поэтому и возрождать, или просто им заниматься нелегко. Гоняют участники в основном на поддержанных мотоциклах. К новым из-за цены порой и не подступиться. Барнаульские гонки обошлись тоже недешево. Около 700 тысяч рублей. Организаторы говорят, делали все за свой счет. Спонсоры пока помогают неохотно. В итоге лучшими по итогам двух дней стали спортсмены из Новосибирска и Казахстана. Барнаульцев среди первых не оказалось. Обещают к следующим соревнованиям потренироваться и показать лучшие результаты. Не обошлось, кстати, без эксцессов. Во второй день участник из Красноярска влетел в сугроб. Как нас заверили организаторы, он, к счастью, отделался легкими ушибами. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.